стремление жить лучше и дольше характерно для всего живого в том числе для человека и посмотрев это видео до конца вы узнаете как жить лучше вы узнаете также как жить дольше а также вы узнаете как объединить эти два понятия и жить не только лучше но и дольше ну вы знаете жить лучше у большинства ассоциируется больше работать я вас прекрасно понимаю но вы знаете напомню от работы кони дохнут это тоже известная истина и жить дольше в этом смысле не получается о чем говорит статистика знаете ну люди которые достигли в жизни многого миллионеры миллиардеры редко живут дольше кстати видео как стать миллионером целую серию вы можете найти на моем канале если вы подписчик вам это сделать проще наверняка уже что-то из этого видели если нет не забудьте подписаться на мой канал вы пройдете серию тестов которые определяют ваш уровень здоровья чтобы вы понимали где вы по здоровью находитесь насколько вы хорошо себя чувствуете они просто хорошо считаете что вы хорошо себя чувствуете это две большие разницы как говорят в одессе ну вы знаете рецептов чтобы жить дольше несколько самый простой самый эффективный самый действенный говорят геронтологи это нужно выбрать себе родителей долгожителей а вы знаете почему люди становятся долгожителями потому что они либо случайно либо приобретя определенную информацию они что-то делают в большей степени для своего здоровья меньше его тратят соответственно и живут дольше но если с долгожителями родителями вам не совсем повезло вы знаете вы можете изменить свой уровень здоровья изменить свое отношение к себе и к окружающей среде и это тоже продлит вашу жизнь вы можете тоже стать долгожителем также одно одновременно вы можете в принципе если вы планируете расширить состав своей семьи вы вот тут можете подумать и о здоровье своих будущих детей потому что здоровье детей зависит не от вашего желания я хочу чтобы дети были здоровыми а от ваших реальных действий от того уровня здоровья с того биологического возраста в котором вы находитесь во время зачатия ребенка и это ваше желание и ваши реальные возможности они часто не совпадают вы знаете то что сегодня известно в интернете подготовка беременности напоминаю знаете два прихлопа три притопа это антураж да это позволяет в определенном эмоциональном состоянии пройти беременность и ее венец роды закончить ну скажем так более-менее безопасно но вы знаете я знаю более 15 показателей не знаю которые беременная женщина рискует не только своим здоровьем а возможно и своей жизнью самое интересное самое печальное она не зная этого рискует жизнью и здоровью своего ребенка знаете те уродства развития которые развиваются очень часто сегодня чаще чем раньше во время беременности легко можно предотвратить это не пустой звук это реальные действия и это нужно знать и понимать ответственность за здоровье своих детей лежит на здоровье родителей и подготовка к беременности должна начаться минимум за полгода до предполагаемых родов вернее до предполагаемого зачатия почему потому что яйцеклетка входит цикл развития за три месяца до того как ее может оплодотворить сперматозой из этой встречи развивается начинает развиваться ребенок минимум три месяца вам нужно на подготовку беременности тогда все прекрасно тогда вы более-менее здоровом организме развивается здоровый сперматозой здоровые яйцеклетки и беременность заканчивается рождением здорового ребенка кстати такая же подготовка беременности может произойти случае если у вас есть бесплодие и мужское и бесплодие не все на сто процентов но они устранены бесплодие можно вылечить потому что когда не получающие правильное питание сперматозоиды выходят в свободное плавание во время полового акта вы должны понимать что в ближайшие полчаса хоть один из сперматозоидов должен выполнить гигантскую работу он должен преодолеть расстояние по человеческим меркам примерно 50 километров за эти полчаса представляете скорость 100 километров в час это по прямой если считать а сперматозоид делает такие вот интересные движения и у него скажем так расстояние существенно увеличивается больше того там полно помех ему нужно преодолевать фактически полосу препятствий пока доберется до той самой яйцеклетки я понимаю что это отбор когда-то у вас это получилось вы обогнали миллионы других неудачников потому что вы были лучшие сожалению сегодня добегают далеко не лучшие как и встречает их яйцеклетка не на самом лучшем уровне здоровья потому что далеко не каждая яйцеклетка сегодня способна разорвать плодную оболочку и выйти в брюшную полость и она может встретить уже сперматозоида развивается поликистоз яичников это номер один по женскому бесплодию которую я устраняю минимальный срок два месяца оптимально где-то 3-4-5 месяцев подготовки и сила ваших яйцеклеток увеличивается и вероятность естественного зачатия появляется можете родить собственных детей если вы правильно относитесь к этому процессу что важно иметь в любом случае вам вам нужно иметь оценку своего уровня здоровья поэтому для того чтобы жить лучше и дольше вам важно сделать что первое оценить что осталось от подарка ваших родителей которые вам подарили во время зачатия второе что важно определить тот уникальный режим труда и отдыха который этот уровень здоровья позволяет поддерживать для того чтобы вы не теряли уровень здоровья а скажем так свои возможности увеличивали и на этом уровне вы начинаете жить уже лучше ну и соответственно создаете фундамент для того чтобы жить дольше что такое правильное питание широком смысле слова это не только продукты питания правильное употребление воды правильное дыхание движение эмоциональный комфорт и все это позволит вам совершить третье действие безопасно для вашей жизни без угрозы для жизни получать тот результат который вы хотите который вы себе запрограммировали которым вы стремитесь все и ваши цели достигнуты если нет если вы живете просто вот как живете в тех условиях которые вас окружают но статистика она вещь упрямая 300 заболеваний которые были известны медицине больше ста лет назад сегодня превратились в 30000 и выбирает их ваш образ жизни который вы ведете хаотично и по статистике когда люди не понимают с какой интенсивностью они могут безопасно работать а соответственно и дольше работы ну статистика опять-таки вещь упрямая 50 60 процентов людей сегодня умирает от проблем сердечно-сосудистой системы и многие считают что это внезапная смерть на самом деле это условно внезапная смерть вы должны прекрасно понимать каких условиях вы можете себя подружать а в каких вы обязаны уже отдыхать эти показатели есть вы должны знать самый простой холодные руки только у вас нет не теплые руки при том что вас густая кровь холодные руки и ноги говорят вам что вы работаете более интенсивно чем способны восстановиться аналогичная ситуация похоже это темные круги под глазами они тоже показывают что у вас более густая кровь чем должна быть что ваш организм уже работает на пределе и стоит вам добавить по работе еще вы рискуете внезапно умереть ну внезапно в кавычках как вы понимаете на втором месте я бы поставил иммунодефицит до более молодом возрасте это бактериальные вирусные инфекции чуть постарше это онкология онкология это тоже иммунодефицит каким путем уходит 15 20 некоторых странах больше процентов населения и как вы понимаете это риски очень серьезный вы знаете если попытка умереть от сердечно-сосудистых заболеваний это спринт спринтерская дистанция нужно на коротком промежутке времени выполнить попытаться выполнить запредельную нагрузку и важно в каком возрасте вы это сделаете в 20 30 40 50 70 80 90 100 лет уровень здоровья и ваш возраст не определяет когда вы поставили себе запредельную задачу и она оборвала внезапно как бы вашу жизнь если брать инфекции то это стаерская дистанция да если вы длительное время не выполняли то что необходимо для вашего здоровья да у вас подавляется иммунитет обостряются вирусные бактериальные инфекции нарушается омоложение клеточного состава клеток появляется онкология как венец иммунодефицита который продолжаться достаточно продолжительное время если вы надеетесь на систему здравоохранения можете надеяться я вас прекрасно понимаю но вы знаете о чем говорит статистика официальная статистика которую знают все врачи может быть вы ее знаете я вам напомню уровень здоровья знаете от чего зависит 50 60 процентов вашего уровня здоровья зависит от вашего образа жизни будет он здоровым или условно здоровым но это ваш вклад ваш уровень здоровья на 15 20 процентов ваше здоровье зависит от генетики на которую можно повлиять вашим образом жизни если вы знаете как это сделать самостоятельно примерно на такую же величину 15 20 процентов ваше здоровье зависит от экологии и вы можете жить просто в тех условиях которых вы живете а можете особенностями образа жизни снизить негатив негативное влияние экологии на ваш организм на ваш уровне здоровья если вы посчитаете эти цифры то система здравоохранения и и вклад ваше здоровье 5-10 процентов то есть одна десятая или одна двадцатая часть вашего здоровья зависит от системы здравоохранения понимаете насколько это громадная величина и насколько можно на нее опираться не лучше ли все таки подействовать на более значимые величины и вашим образом жизни создать себе оптимальные условия и жить лучше уменьшив проявление генетики и влияние экологии на ваш организм ну и оставив систему здравоохранения найти так на всякий случай на мой взгляд это более правильное отношение к вашему здоровью потому что вы знаете в острой ситуации система здравоохранения не всегда срабатывает и зачем себя доводить до острой ситуации знаете умереть в один и тот же день правда немножко в разное время могут люди с разным уровнем здоровья с разным биологическим и паспортным возрастом главное им дать одно задание выполнить запредельную нагрузку для старика сердечной недостаточностью запредельные нагрузки будет пробежать 100 метров ну для человека среднего возраста может быть несколько километров на хорошо подготовленного спортсмена ему нипочем и 100 километров дайте ему 150 и скорость увеличить и все и все они умрут в один и тот же день вы знаете у старика есть больше шансов он понимает что запредельные нагрузки опасны для его жизни спортсмен этого не понимает он считает что там у него знаете будет бублик там медалька диплом похвальная грамота он побежит у него шансов умереть на его уровне здоровья больше чем у пожилого человека который пройдет 50 метров сказать да ладно нужны мне ваши запредельные нагрузки я потерплю я поживу дольше и он будет жить дольше поэтому если мне удалось изменить ваши отношения к вашему собственному здоровью я считаю что я свою стель цель достиг если вы понимаете насколько это для вас важно понимание особенности вашего организма отношения к своему здоровью чтобы жить и лучше и дольше забудьте поставить поставить лайк на это видео если вы понимаете что ваши друзья и знакомые тоже в принципе не всегда рационально относятся к своему здоровью и стремятся скажем так перегрузить свой организм если вы знаете у кого-то из них при рукопожатии вы чувствуете холодные влажные ладошки вы видите у них темные круги под глазами если вы видите любые другие косметические дефекты например выпадение волос на голове ведь волосы это тоже индикатор вашего уровня здоровья они четко показывают какую кровь получают из вашего организма просто волос живет не 700 800 лет как раньше жили люди по библии не 70 80 как живут сегодня люди в среднем это хорошо развитых странах а волос живет 35 лет максимум восемь и выпадает вот чем раньше выпадает волос он показывает как индикатор кровь не так крови мало питательных веществ и в крови слишком много токсических веществ поэтому продолжительность жизни волоса сокращается если вы видите среди ваших друзей и знакомых есть лысые либо лысеющие люди бросьте им ссылочку на это видео пусть они продумают эту ситуацию кстати такие видео тоже есть на моем канале подписавшись вы легко сможете просмотреть любое удобное для вас время а я это видео буду заканчивать с привычными многим подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения знаете мой канал выбрала более двух тысяч человек меня более двух тысяч подписчиков и количество их каждый день увеличивается я думаю что это отражает качество того видео которое есть на моем канале она может приносить людям здоровье но только в одном случае если вы не только смотрите видео но вы используете полученную информацию для своего здоровья и активного долголетия вот тогда здоровье позволит вам жить лучше активное долголетие жить дольше нужно больше информации смотрите другие видео на моем канале до новых встреч